Всем привет! Давайте с вами знакомиться. Меня зовут Анна Шапира. Я в Арифлейм 2013 года. До Арифлейм учитель русского языка и литературы. Я смотрю, незнакомые люди зашли. Очень даже хорошо. Мне кажется, это новички. Новичков приглашаете очень нормально. Много заходит новичков на обучение, в чаты, на каналы. Это очень здорово, потому что наш бизнес растет тогда, когда в командах появляются новички. Активные новички готовы также зарабатывать. Итак, наша сегодняшняя встреча будет полезна для тех, кто хочет научиться зарабатывать онлайн. Даже не научиться, потому что у нас обучение, обучение именно работе, именно действиям, это другие прямые эфиры. А кто хочет понять, что здесь нужно делать? Кто хочет понять? Вот для вас как раз я сегодня и расскажу. В чем суть нашего бизнеса, в чем суть сотрудничества с Арифлейм. Многие думают, что в Арифлейм нужно продавать. Точно так же думала и я, когда не соглашалась сюда идти где-то полтора года. Меня позвали знакомой. Я не представляю, как соглашаться, если зовут еще и незнакомой. Меня позвали знакомой. Я Алену Родионову знала, но она еще маленькой была. Ну, может быть, года 3-4-5 ей было примерно вот так. Время от времени мы встречались, ее родителями общались. И когда она меня в бизнес позвала, естественно, я решила, что ребенок зовет меня непонятно куда, я сама все знаю. Я знаю, что в Арифлейм нужно показывать каталог, нужно ходить с каталогом, с сумкой продукции и продавать. Так многие знают. Именно вот это про Арифлейм, что нужно ходить и продавать. Ну, на самом деле, на продажах много не заработаешь. А ключевой фразой от Алены была такая фраза. На продажах и 10 тысяч не заработаешь. Я же ей пыталась доказать, что здесь, оказывается, нужно продавать. А продавать я не буду. Я работаю в школе, у меня такая работа. Ну, я считала, что мне прям такая. Но я любила свою работу. Я сказала тогда, что у нас половина школы продает, дети суют, эти каталоги уже надоели. В школу приходят какие-то незнакомые люди, в учительстве раскладывают нам продукцию Арифлейм. Я все знаю, мне ничего не надо. Продавать я не буду. И вот тогда она сказала, что на продажах и 10 тысяч не заработаешь. Думаю, как так? 10 тысяч не заработаешь. А мне-то вот у меня зарплата была 26 тысяч. Думаю, блин, 10 тысяч в зарплате было 26, будет 36. В принципе, когда зарплата там небольшая, то и 10 тысяч вроде так ощутимо. Я немножко подумала, не согласилась. А вот когда муж у меня, он военный, он написал рапорт на пенсию. Ему 40 лет еще не было. И пришел домой, говорит, я рапорт написал. Я такая, блин, что делать-то? И вспоминаю, что мне Алена там предлагала 10 тысяч на продажах не заработаешь. Ладно, продаж нет. 10 тысяч есть. Надо разбираться. И вот тогда только я ей написала, говорю, рассказываю подробнее, что там такое. Я хочу 10 тысяч. Вот правда, реально, я пришла сюда зарабатывать 10 тысяч. Мне не надо было 100 тысяч. У меня вот эти суммы в голове не укладываются. 50 тысяч у меня не укладывалось это в голове. Через год я начала здесь зарабатывать 50 тысяч. Еще через год 100 тысяч. То есть так увеличивался доход. Кто думает, что долго, долго, через год, вроде, ну, я смотрю, девчонки сидят, новички, наверное, думают, ой, блин, да я же хотела, чтобы хотя бы через месяц там или через два месяца. А тут через год она только начала 50 тысяч зарабатывать. Вот смотрите, все относительно. Я в школе проработала 17 лет. Мне сейчас 47 лет. Я проработала 17 лет в школе. И зарплата у меня за это время была 26 тысяч. Ну, там плюс-минус предыдущие годы там учителей. Разная же зарплата. И до 31 год как-то доходила. Ну, это нужно было очень много часов брать, очень много работы. Ну, а в среднем, если стандартно работать, чуть побольше, чем ставка, например, да, это 26 тысяч. За 17 лет я смогла заработать 26 тысяч. За год в Арифлей 50. Ну, то есть каждый месяц потом по 50 тысяч. Еще через год 100. Каждый месяц 100 тысяч, да. За два года я заработала. Или в школе за 17 лет 26. Первый мой доход был маленький совсем. 753 рубля. В первом же каталоге я получила 753 рубля. Я этому очень радовалась. Не сумме. Я поняла, что здесь на самом деле не надо продавать. Я не продавала. Я пришла сюда, зарегистрировалась. Мне спонсор говорит. Ну, спонсор у меня Алена была. Она мне говорит. Нужно делать заказы. Ну, хорошо. Сажусь, открываю личный кабинет, делаю заказ. Нужно приглашать людей. Хорошо. Открываю одноклассники. У меня тогда одноклассники в ВКонтакте были, субсети. Ну, одноклассники я больше любила. Открыла одноклассники, начала приглашать. Просто писала людям, звала их в бизнес своими словами. Обещала, что здесь мы будем зарабатывать. То есть, я делала то, что говорит спонсор. Несколько человек ко мне зарегистрировались. Там были знакомые и незнакомые. Делали заказы. То есть, моя работа в чем заключалась? Я им просто написала в соцсетях, предложила работу и рассказала поподробнее, что здесь нужно делать. Что продавать не нужно, что все это легально. Нужно себе покупать и приглашать других людей, чтобы также себе покупали. Ну, вот такую информацию коротенько я всегда давала. Шаблоны у нас были, конечно, всякие шаблоны, метроблоны. То есть, получается, за первый месяц ко мне присоединилось несколько человек. Вот за первый каталог, я в середине каталога зарегистрировалась. Получается, за половину каталога присоединилось несколько человек. Многие из них заказы не сделали. Конечно, это нормально тоже. Мы же в магазин заходим, мы не всегда можем купить что-то себе. Мы можем зайти, посмотреть, уйти. Так как к нам люди приходят, регистрируются, ничего не делают, не отвечают на сообщения, заблокировать могут там в WhatsApp или в Telegram. И все, ты к ним больше не обратишься, ты им больше не напишешь. Вот. И... Ну, за что, получается, я деньги-то вот эти мне начислили? Получилось 753 рубля. Я сделала заказ на 150 баллов и пригласила людей, которые тоже сделали заказы. Я не продавала. И мне начисляются деньги. Я такая, о, класс, на 6% вышла тогда за первый каталог. Ну, там, 150 баллов сделал, вот уже тебе и 3%, да, люди сделали заказы, вот тебе и 6%. Деньги начислили. Ну, мне, Алёна, конечно, давай расскажу, за что тебе деньги начислили. Ну, давай. Всё. Она мне рассказала за то, что ты сделала заказ и пригласила людей, которые тоже сделали заказы. Я не продавала. Мне деньги начислили. То есть, вот эти первые начисления, они дали мне возможность понять, что, слава Богу, продавать не надо, с каталогом ходить не надо, никому помаду предлагать не надо. Я даже онлайн не предлагала ничего. Ну, в смысле, из продукции я не предлагала. Я предлагала только бизнес. Напишу, расскажу, коротко какую-нибудь запись дам послушать. Всё, люди соглашались, люди приходили. То есть, то, чего я здесь не хотела, этого не было. Я не хотела продавать, я не хотела ходить по разным организациям и предлагать продукцию. Этого не было. Я такая довольная. Я своей подружке пишу из школы. Представляешь, мне 753 рубля начислили. Ну, вы-то сейчас поняли, да, чему я радовалась. Я радовалась тому, что до меня дошло. Без продаж деньги начисляются всем за другие действия. Она-то понять это не могла и говорит, ты чего радуешься, такая сумма маленькая. Думаю, ах, ладно, не буду объяснять. Главное, чтобы вы сейчас меня поняли, да. Даже самую маленькую сумму, когда вам начисляют, нужно сделать так, чтобы её начислили. Нужно выполнить условия. И тогда вы понимаете, что да, на самом деле здесь продавать не нужно. Купил для себя, пригласил людей, которые купили так же для себя. И тебе за это начисляются деньги. Немножко начислили, да. Как сделать, чтобы их было больше? Приглашать больше людей. Вот и всё. И ничего сложного-то в нашем бизнесе нет. Приглашаешь людей, которые делают заказы. Почему говорят, что у нас доход без потолка? Заработать можно вот сколько угодно. Сколько вы хотите заработать, столько можно. Давайте сравним. Ну, допустим, с продажами сравнивать. С продажами. Один человек, он не может продавать постоянно и увеличивать свои продажи. Он не сможет это делать. Потому что у него 24 часа в сутках, у него семья и так далее. Есть у него постоянные клиенты. Несколько человек. Он им постоянно продаёт. То есть он не сможет, вот если самому лично продавать, он не сможет вот это количество увеличить. А если работать именно так, как я сказала, не продавать этим людям, а приглашать их. В этом месяце пригласил 10 человек. Ну, 5, допустим, сделали заказ, 5 не сделали заказ. Ну, ладно, на это не будем, ну, на это обращать внимание. Потому что всегда будут те, кто заказы не делает. 5 человек в этом месяце у вас сделали заказы, да? Вы за это получили деньги. Там небольшой товароборот создался, вы получили за это деньги. В следующем месяце эти 5 человек делают. И ещё вы нашли 10 человек, ну, несколько человек из них делают заказы. То есть увеличился товароборот. У вас уже, допустим, 10 человек, которые делают заказы. В следующем месяце вы ещё нашли. То есть вы можете вот эту группу людей растянуть. Можно её растянуть вообще до бесконечности. Сколько будет этих людей, вот вашей команде, это будет зависеть от вас. Вот если сама лично продавать, то мы не можем, да, растягивать. У нас вот постоянные клиенты. Кто-то купил, кто-то не купил. В следующем месяце опять идём к ним же. В следующем месяце опять к ним же идём. К другим у нас уже просто не хватает. Времени, сил не хватает. А если работать именно таким образом, приглашая людей, то мы можем увеличивать количество людей, увеличивать товароборот. А если увеличивается товароборот, вот они делают заказы, всё это суммируется, это товароборот. Если увеличивается товароборот, увеличивается и доход. То есть продажами мы не сможем увеличить. Перед Новым годом, конечно, продажи будут лучше, если продавать. А после Нового года может вообще никто не купить. Так ведь? А здесь уже нет, здесь уже здесь не так. Здесь большое количество людей, которые покупают сами для себя. Один человек не сможет продать на такую сумму, насколько купит тысячи людей сами для себя понемногу. Да, вот уловили вот эту мысль. Здесь самое главное, наша задача приглашать людей, которые будут покупать. Итак, мы сотрудничаем с компанией Арифлейм, которая 55 лет на рынке. Она сама разрабатывает продукт, сама его производит, сама его продаёт, сама доставляет до покупателя. Поэтому прямые продажи. Компания сама произвела продукт и сама доставляет до покупателя. Напрямую. Напрямую мы получаем от производителя продукт. Не через посредников. А наша задача тогда, что делать? Если компания сама всё делает, сама продаёт, сама берёт деньги, сама доставляет, что нам-то делать? А нам нужно приглашать людей. По приглашению людей у нас другое обучение, называется рекрутинг. Приглашение людей – это рекрутинг. Мы рекрутируем. Приглашаем людей, даём информацию. То есть не продаём им тушь, помаду, шампуньку. Мы даём информацию. Чем больше дал информацию, тем больше людей у тебя зарегистрировалось. Им понравилось, они зарегистрировались. Кто-то хочет для себя просто покупать. У нас таких людей большинство. Вот в наших командах большинство тех людей, которые приходят просто покупать, они сразу говорят, нет, мне бизнес не интересен, не хочу ни ходить, никого не приглашать, я просто буду покупать для себя со скидкой. Примерно 80% из всей команды людей будут просто покупать для себя. Поэтому, чтобы они покупали, мы с этими людьми должны работать. Акции рассказывать им. То есть, вот обратите внимание, не продавать им, да. А в чём наша работа заключается? Вот с этими людьми, просто которые бизнес не хотят, а хотят для себя покупать. В чём наша работа заключается? Рассказывать им про акции, про скидки, про продукт, про новинки. Сейчас вот все это, это ваунд появилось. Сколько вопросов сразу, а как этим пользоваться, а как тем пользоваться, а вы это пробовали. Да, вот всем хочется, вот кто со мной общается, кто на меня подписан, на мой канал в Телеграм, на мой Инстаграм, там Одноклассники и так далее, ВКонтакте. Ну, уже привыкли, что я показываю продукт, потому что я ещё и официальный обозреватель в компании. С 2018 года, уже 4 года, 4 года делаю обзоры продукции. Поэтому люди спрашивают, ждут, когда я закажу сначала, ну, сейчас трудности-то, когда возникли с санкциями, нам всё лето, там с весны начиная и лето, нам не присылали продукцию бесплатно для обзоров. Я показываю только то, что я сама себе покупаю. Ну, естественно, ждут тогда, когда я сама куплю, когда я попробую, когда я покажу, запишу обзор, скажу своё мнение, и тогда вот тоже могут пойти и купить. То есть, смотрите, я таким образом работаю с людьми и со своей командой, и на меня подписаны и другие команды. Заходят, смотрят продукцию. Ну, поняли, да, как работать просто с людьми, которые покупают для себя. Мы им должны давать информацию. Мы им не продаём, а даём информацию. Им нравится, они что-то там узнали, уточнили для себя, пошли, заказали. В командах будут ещё люди, которые так же, как и мы, хотят зарабатывать. Вот это очень хорошо. Ну, примерно их немного. Кто на бизнес приходит, их примерно, ну, 5-10%. Вот из всех людей, всей команды, 5-10%, ну, 10% это уже очень даже хорошо. Вот даже 5% хотят зарабатывать. То есть, что они будут делать? Что нам нужно с ними делать? Они говорят, я хочу зарабатывать. Вот как вы пришли, я хочу зарабатывать. Что мне делать? А мы должны научить их приглашать людей. То есть, сначала, когда мы зарегистрировались, мы сами учимся приглашать. Руку набиваем, опыта набираемся. Где-то шаблоны почитали, где-то сами придумали, как приглашать. Я, допустим, всегда приглашала очень просто. Я прям напрямую говорила, что рефлейм. Кто-то говорит, что не называет компанию. Здесь уже, вот как вам легче, как у вас получается, как вы будете приглашать. Я писала просто, здравствуйте, давайте с вами познакомимся. У вас красивые фотографии. Ну, вот я сейчас все, что приходит мне просто на ум, и я вам говорю, что я могу сейчас, вот я могу так же написать. Я хочу вас пригласить зарабатывать удаленно. Мы сотрудничаем с компанией Арифлейм и так далее. Если вам актуальна удаленная работа, я могу вам рассказать еще подробнее. И мы будем с вами сотрудничать, мы будем с вами работать, я вам помогу, научу. И можно будет зарабатывать от 30, от 50 тысяч и больше. То есть, вот так напрямую я писала. Не длинные сообщения у меня тоже были, шаблонные. Ну, вот знаете, всегда говорю на прямом эфире, особенно новички, как-то они хотят увлечься шаблонами. Спрашивают, дайте мне шаблоны, а где взять шаблоны. На шаблоны они очень хорошо реагируют. Вот представьте, даже онлайн, вот наша команда продвижения начала работать онлайн с 2013 года. С июня они, по-моему, начали работать онлайн, а я пришла через месяц. То есть, я пришла уже сразу в онлайн. Я оффлайн не работала никогда. Ну, до моего прихода, еще же несколько лет эта команда-то уже была, работали оффлайн, в офисах и так далее. А когда я пришла, начали работать только онлайн. И хотелось, конечно, тогда взять шаблон и разослать. Это проще. Но тогда только начинался онлайн. Тогда только начали люди в соцсетях получать вот эти сообщения. Представляете, вот это 2013 год был. 9 лет прошло. За 9 лет. Сколько раз эти шаблоны получали люди? Даже те же самые ваши подруги, которых вы хотите позвать шаблоном в бизнес, они, возможно, уже получали эти шаблоны. Поэтому, если вам даже нравится какой-то шаблончик, вот понравился, вообще вот в душу запал, вы возьмите его, прочитайте и своими словами напишите. То есть, когда мы обращаемся к своим знакомым, то они должны нас узнавать. Вот бывает же так, смотришь сообщение, не видишь, кто его написал. Или вот муж бывает мне там какой-нибудь пост прочитает, например. Я такая сразу, оп, я знаю, кто это написал. То есть, в стиле этого человека. Я узнаю, я понимаю, что это он писал. Либо муж там не прочитает, или я сама прочитаю что-то, думал, скопировала где-то. Ну, поняли, да, сразу ясно. Человек сам пишет, от души пишет. Или он где-то текст скопировал, даже не читал его. Вот поэтому нужно шаблончики все дорабатывать и писать их с теми словечками, которые вы вообще часто употребляете. Это особенно к знакомым касается, относится к знакомым. Если к знакомым пишите. Если не знакомым, и такая массовая просто рассылка идет, ну, составьте один текст себе и шлепайте его. Все. Ну, а дальше уже, если ответят, там уже индивидуальный подход. Да, нужно будет посмотреть, что за человек и так далее. Так, что нужно делать, чтобы зарабатывать 30 тысяч? Когда приходят люди, приходят новички или кандидаты, еще не зарегистрировались, я спрашиваю, сколько ты хочешь здесь зарабатывать? И в основном вот такую сумму называют. Ну, видимо, 25, 30, 50 тысяч в среднем. Небольшие, большие суммы не называют. Редко кто говорит, что много хочет зарабатывать. Примерно вот такую сумму называют. Я так думаю, потому что это средняя зарплата. Примерно хотят так зарабатывать и нормально. Думают, что им хватит. Так вот, сейчас расскажу вам, что нужно делать, чтобы зарабатывать 30 тысяч рублей. Ну, это первый такой шажок. Первая ступенька такая будет. Понадобится несколько месяцев для того, чтобы на нее выйти. Смотрите, 30 тысяч рублей вам платит компания. А платит она созданного вами товарооборота. Вспоминайте начало эфира. Мы приглашаем людей, люди делают заказы, создается товарооборот. Ну, например, 100 человек по 3 тысячи купили себе, сделали заказы по 3 тысячи. Вот вам 300, да, 300 тысяч. Где-то могу ошибиться цифру. 300 тысяч товарооборот. Вы приглашали в течение года, там, например, или в течение полугода. 100 человек нам приглашали, они каждый сидят и каждый месяц делают себе по 3 тысячи заказов. Вот вам товарооборот 300 тысяч. Вот когда ваш товарооборот будет 300 тысяч, вам компания будет начислять 30 тысяч. Получается, чтобы зарабатывать 30 тысяч, нужно каждый каталог, каждый месяц создавать товарооборот 300 тысяч. Вспомните, я еще вам сказала, что есть люди, которые приходят просто для себя покупать, а есть те, которые хотят зарабатывать. И очень хорошо, когда в вашей команде будут такие люди. Два человека, три человека, пять человек. Наша задача научить их работать. Потому что, смотрите, мы их научим приглашать, они начнут зарабатывать, а это же все идет в ваш товарооборот. И в их товарооборот идет, и в ваш товарооборот идет. Одному тоже можно выйти на уровень директора. Ну, то есть только ты приглашаешь, тебя в команде не все для себя покупают, никто приглашать не хочет, никто зарабатывать не хочет. На уровень директора можно выйти. Да, никто приглашать не хочет, только ты сам приглашаешь. Ну, дольше. Хорошо, если бы у вас было двое, кто приглашает в вашей команде. Трое, четверо, да, кто приглашает. И вы каждый день приглашаете по одному человеку, у вас уже вон сколько получается много. Так вот, чтобы быстро выйти на уровень директора, на доход 30 тысяч, нужно в своей команде научить людей приглашать. Ну как-то замотивировать их на работу, пообщаться с ними. Возможно, у них тоже есть мечта какая-то и нет денег. Надо, чтобы они захотели зарабатывать. И если в вашей команде такие люди будут, которые хотят зарабатывать, тогда и вы быстрее вырастите. У нас бизнес такой, что конкуренции-то как таковой и нету. Вышестоящий спонсор, он заработает только тогда, когда заработают люди в его команде. Тут все взаимосвязано. Если в его команде люди зарабатывать не будут, то и он не будет зарабатывать. Получается, что спонсору-то выгодно научить. Выгодно научить тогда и он будет зарабатывать, и люди в его команде будут зарабатывать. Ну а просто сейчас вернитесь на свое место. Вот вы хотите стать быстро директором, да? Хотите стать быстро директором? Нужно, чтобы в вашей команде были такие люди, которые тоже захотят зарабатывать. Вот и все, все вместе приглашаете, выходите на товароборот 300 тысяч, получаете 30 тысяч каждый месяц. Ну каждый месяц нужно товароборот создавать. С нуля считается. Вот по поводу того, что с нуля. Я когда вот первый каталог отработала, я на 6% тогда вышла. И такая довольная, свои 753 рубля получила. Начинается новый каталог. А я маркетинг-планка знаю, табличку вижу, что следующий уровень у меня 9%. Ну, каталог-то тот закончился. С нуля начинается следующий. А я думаю, так, у меня там было, ну, например, 500 или 600 баллов на 6%. Сейчас еще немножко добавлю, там где-то 300 баллов, и я выйду на 9%. Вот прям совсем чуть-чуть, если в том каталоге я смогла, в этом чуть-чуть добавлю. Захожу в личный кабинет, открывается сайт, ну, новый каталог, захожу в личный кабинет, у меня там ноль. Просто я пешила. Думаю, куда делись мои баллы, 6%. Я на 6% вышла, где баллы? Я пишу, конечно, Алене сразу, Алена, а где мои баллы? Она какие-то там смайлики мне смеющиеся. Что, баллы потеряла? Деньги потеряла свои. Ну, как говорит, каждый месяц с нуля. Я, говорит, тоже потеряла. Ну, когда вот так же второй каталог начался, она зашла в кабинет, ноль баллов. Да, вот здесь не пугайтесь. Если что-то непонятно, сравнивайте просто с традиционным бизнесом, с магазином. Вообще с любым. Хоть с парикмахерской сравнить можно. С магазином легче. Например, товарооборот в магазине в декабре. Миллион рублей. Ну, я маленький магазинчик. Потому что Новый год, все там закупаются продуктами, подарками. Миллион рублей. Товарооборот. Хозяин магазина много заработал. С выручки. Сколько-то процентов себе, да. Наступает январь. Декабрьский же товарооборот сюда не входит в январь. А в январе мало продаж. В январе полки в магазинах пустые. Пока завезут и людей нет. Никто ничего не ходит, не покупает. Уже заранее набрали еды. И половину января они просто подъедают то, что дома есть. Да. Что в магазинах происходит? Товарооборот меньше. Значит, и доход будет меньше у владельца. Декабрьский товарооборот, он же не переходит на январь. Так и у нас. Каждый каталог с нуля. Каждый месяц мы с нуля начинаем. Ну просто когда мы начинаем работать, вот новичок, да, он так тяжело баллы идут, так с трудом. Он этих людей по крупичкам собирает. Ну я так на 3% вышел к середине каталога, на 6% к концу каталога, да. Ну новички же так у нас. А потом уже через год, через два открывается каталог, ты в первый день, в первый час, бах, там у тебя уже 15%. Еще час проходит, у тебя уже 18%. Можно за первый, там за второй день ты уже выходишь, вот товарооборот. Просто людей в команде много, они в первый день зашли, каталог открылся, они в первый день зашли, заказы сделали, у тебя уже бах, все, товарооборот. А начало, да, начало тяжелое. Ну просто, где большие деньги, там не бывает легко. Надо постараться, чтобы потом легко было. Сначала всегда тяжело. Кажется, что ты такой пашешь, замучился, устал уже, а у тебя все на месте стоит, на месте топчется. И я помню, нам даже спонсоры рассказывали такие этапы. Вначале ты много работаешь, но ничего не получаешь. Потом ты начинаешь так же много работать и немножко получать. Через некоторое время уравнивается. Ну сколько ты работаешь, столько и получаешь. А потом ты уже где-то халявишь, где-то отдыхать улетаешь куда-то на моря, да, всю зиму там проводишь. А зарабатываешь много. Вот вы как хотите, всю жизнь, вот как я в школе 17 лет. Пашешь, пашешь всегда постоянно, одинаково. Немало. А у тебя 26, 25, 26, ну 27 там иногда тысяч. А ты годами просто пашешь. А у тебя вот эта зарплата никак не увеличивается. Или вот здесь, немножко попахать, а потом получать. Ну в бизнесе в любом так, в любом. Просто в традиционном еще и деньжат нужно кучу вложить. Миллион, два, три или сколько они там вкладывают. Я не знаю, у меня своего бизнеса не было. Вот. А 30 тысяч понятно. Давайте еще раз подведем итог. Чтобы зарабатывать 30 тысяч, нужно пригласить много людей, которые суммарно сделают товарооборот на 300 тысяч. Так, 30 понятно, как заработать. А как заработать 100 тысяч? 100. Кому-то 30 мало, уже изначально мало. Кто-то сразу пришел 100 и 200 зарабатывать. Я вам сейчас объясню схему, как здесь можно увеличивать доход. А вы уже дальше можете его насколько угодно увеличивать в зависимости от того, какие у вас мечты, какие у вас планы в жизни, чего вы хотите. Смотрите. Смотрите, сначала мы сами становимся директором. Все. Мы создали товарооборот 300 тысяч. Нам компания начисляет 30 тысяч доходов. А потом в нашей команде, у нас же обязательно, вот хотите вы или нет, все равно появятся люди, которые тоже захотят зарабатывать. И доход наш уже будет увеличиваться и зависеть от того, сколько директоров в команде. Сначала мы сами становимся директором, а потом помогаем другим людям в нашей команде стать директором. Так вот, ну давайте немножко так пробежимся по маркетинг-плану. Сначала у вас появится один директор. Вот по мере того, как появляются директора в вашей команде, у вас появляется новое звание. И за каждое новое звание компания платит премию. На директора вышли, удержали уровень, надо же продержать уровень, не просто выйти. Продержали уровень, 8 каталогов, получили 100 тысяч. Потом у вас появился директор, это премия, премия единоразовая, ну помимо дохода. У вас появился директор, один, один появился в вашей команде директор, вы старший директор. Тоже премию получите, 150, по-моему, там тысяч премия. Ну и доход, естественно, выше. Появился еще один директор, у вас теперь уже два директора, вы премию получите 200 тысяч. Вот у вас появилось два директора, они продержали уровень, То есть они зарабатывают по 30 тысяч. Они когда-то вам давно сказали, я тоже хочу зарабатывать. Мы их научили зарабатывать. Они тоже зарабатывают по 30 тысяч. А нам уже компания платит в зависимости от того, сколько таких директоров в команде. То есть вот хотите зарабатывать 50 тысяч? Нужно, чтобы было два директора. Два директора в вашей команде, ваш доход будет примерно 50 тысяч, единоразовая премия 200 тысяч и одна конференция за границей. Вот одна конференция. Конференции бесплатные. Это золотой директор, когда у вас два директора. Можно на золотом директоре спутника брать с собой на конференцию. Но там будет зависеть от квалификации. Спутник может быть либо платным, либо бесплатным, либо какую-то часть для него нужно будет заплатить. Здесь уже будет зависеть от того, как вы квалифицируетесь. Но основному человеку, кто квалифицировался, ну я, например, путевка всегда будет бесплатная. А вот спутника, место спутника будет зависеть от квалификации. Либо бесплатно, либо платно. У нас и так, и так было. Мы бесплатно на первую конференцию заплатили, мы 100% у нас вместо спутника было. А потом мы платили меньше, наверное, сколько-то процентов. И бесплатно. У меня спутник был бесплатно. Такое тоже было. Это золотой директор, когда два директора в команде. Чтобы зарабатывать 50 тысяч, нужно научить двух человек в команде зарабатывать по 30. Они зарабатывают по 30, вы их научили, им хорошо, вам хорошо, все довольны. Через некоторое время у вас появляется еще один директор. У вас уже три директора. Я уже время, короче, запуталась. 300 тысяч там, по-моему. Это старший золотой директор. 300 тысяч. Примерный доход. Ну, доходы примерные. Они могут быть там плюс-минус 20-30 тысяч. Вот к тому, что я говорю. Ну, зависит от того, как группы выстроены. На старшем золотом директоре примерно 75 тысяч доход в месяц будет. Премия 300 тысяч. Ну, и также путевка за границу на конференцию. Ну, и доход 75 тысяч. Хотите 100 тысяч в месяц доход. Нужно 4 директора. 4 директора, чтобы в вашей команде было. Если хотите 200 тысяч доход, нужно 6 директоров в команде. То есть вы сейчас уже себе должны поставить план. Я не зря всегда у кандидатов, у новичков спрашиваю, ты вообще сколько хочешь зарабатывать? Сколько ты хочешь зарабатывать? Ну, для полного счастья. Если они хотят зарабатывать 50 тысяч, я уже понимаю, что для этого сделать нужно. И вы сейчас должны научиться понимать, что сделать нужно для того, чтобы зарабатывать 50 тысяч. Стать самому директором и двух людей научить стать директорами. Чтобы они тоже были директорами и тоже зарабатывали. Все, ваш доход 50 тысяч. Представляете, если эти директора будут активными, не будут проседать, будут постоянно рекрутировать, а вы при этом перестали рекрутировать. Например, ну, хотели 50 тысяч, заработали, но вы можете дальше в принципе не работать. Если у вас будут активные директора, и они сами будут развиваться и захотят больше уровень, вы сами можете вот в этом случае не работать, а будете получать постоянный, как он называется, пассивный доход. Ну, как бы это не такая великая сумма, на которой стоит останавливаться. Я бы остановилась, ну, хотя бы 300 тысяч, 300 тысяч, чтобы в месяц зарабатывать и больше уже не приглашать. Все, надоело приглашать, пусть девчонки растут, буду им помогать, сама приглашать не буду, 300 тысяч в месяц имею, что мне еще надо? Мне хватает, хватит. У меня сейчас нету, конечно, столько, я просто мечтаю. То есть, если хотите вы зарабатывать 200 тысяч, нужно 6 директоров, 6 человек, которые станут директорами в вашей команде. И так далее. До 12 директоров можно сделать в своей команде. Вообще работа такая благородная, да? Вы помогли людям зарабатывать деньги. Вы помогли им выйти на доход, вы их научили, они начали путешествовать. Это же очень хорошо. И вы за это тоже получаете. У вас в команде 10 или 12 человек директоров, они зарабатывают, и вы зарабатываете. Ваш доход может дойти до 500 тысяч, до миллиона, до полутора миллионов. Это будет зависеть от того, сколько зарабатывают люди в вашей команде. Если они много зарабатывают, то и вы будете много зарабатывать. Ну, почему здесь такая взаимосвязь? Вот давайте представим, посчитаем. Вы пригласили людей, да? И у вас в команде появилось 6 директоров. 6 директоров – это каждый директор делает по 300 тысяч товарооборота в месяц. 300 тысяч, 300, 300, 300, 300. Все вместе сколько? Получается, вы их пригласили, вы их научили, они сами растут, развиваются, людей приглашают, товарооборот для компании создают. Суммарно, если все это сложить, всех директоров – 1,8 млн в месяц. Товарооборот в месяц минимум будет 1,8 млн, если у вас будет 6 директоров, которые будут зарабатывать. В год – это 32 млн. В год 32 млн. вы создаете товарооборот для компании. Ну, я к тому говорю, что если вам кажется, что сумма нереальная. Но если мы смотрим по маленьким, по кучкам, по маленьким частичкам смотрим, то вроде бы все нормально. Реально же одному человеку создать 300 тысяч товарооборота за полгода или за год? Реально, он создает. Реально второму создать? Конечно, он тоже создает. Реально третьему? А реально 10 человек создадут такой товарооборот? 10 человек по 300 тысяч. Не могу так быстро умножать. 3 млн. 3 млн. Если у вас будет 10 директоров в команде, и каждый создает маленький товарооборот на 300 тысяч, вы для компании создаете 10 млн товарооборот в месяц. А в год это будет на 12, если умножить, то сколько? 120, что ли? Что-то суммы какие-то уже нереальные пошли. Ну, а на самом деле-то, ну, так и есть. Это интернет-магазин, который, компания продает продукции, продает очень много. Получается, если 6 директоров по 300 тысяч товарооборот, 1 млн. 800 в месяц, 32 млн. в год. Вот с этих 32 млн. откуда суммы такие берутся? Откуда компания платит? С чего она берет деньги, чтобы нам заплатить? Вот мы создали товарооборот для компании, 32 млн. она вам 3 млн. возвращает с прибыли. Компания с прибыли, ей хорошо. Вы молодец, молодец. Компания рада, что вы создали такой товарооборот. 3 млн. в год вам возвращает. Это уровень бриллиантового директора. 6 групп тогда, 6 директоров. И на уровне бриллиантового директора 2 конференции международных в год. 2 поездки в год получается за границу. И спутник на бриллиантовом директоре, вот здесь он уже 100% бесплатный. 100% бесплатный спутник. Там ни процента, никак за него платить не нужно будет. А если исполнительный директор, исполнительный это 12 директоров, то там даже в зависимости от квалификации можно 3-4 спутника с собой брать. Вместе с нами 4. Получается 2-3 спутника можно брать с собой бесплатно. Вот, ну что-то я вам прям разрисовала такую, такую, сама размечтала и сижу. Ну, смотрите, классно же, да? Очень много денег здесь можно заработать, потолка нет. Кто нам помогает? Кто помогает вообще в бизнесе? Пришел новичок. Новичок всегда работает в паре со спонсором. Спонсор помогает, спонсор учит приглашать, спонсор учит запускать ваших новичков. Вот вы нам приглашали, допустим, вы же не знаете, что с ними делать. Со спонсором надо дружить, со спонсором нужно общаться и работать со спонсором, и не стесняться обращаться к нему. Я помню, когда я тоже как-то стеснялась к Диме и Гармину обратиться, а потом обратилась, что-то какую-то презентацию попросила провести под запись. Я записывала это, а потом по этой записи сама чего-то там проводила. Ну, как-то так было. И так неудобно было, думаю. Диму отвлекаю, наверное, от важных дел, они уже директорами тогда были. А когда закончилась вот эта помощь его, он мне пишет в скайпе, мы в скайпе тогда работали, он мне пишет, Анюта, спасибо тебе большое за то, что ты ко мне обратилась. И я тогда поняла, думаю, и правда, спонсоры-то, они же, если я заработаю, ну, нам это вдолбили хорошо, если я заработаю, то и Гармин это тоже заработает. Поэтому и можно обращаться, и не стесняться. И, ну, как бы я начала понимать, что это хорошо, когда меня долбят вопросами. Сначала я долбила вопросами, а потом появляется новичок такой активный и спрашивает, и спрашивает, может быть, вот он мой будущий директор. Да, поэтому не стесняйтесь к спонсору обращаться, он только рад. Днем, ночью, видите, на связи обращайтесь в любое время. Спонсор всегда поможет. Компания нам помогает такими акциями, такие подарки классные запускает. Ведь, смотрите, если бы у нас был какой-то личный бизнес, традиционный бизнес, и чтобы запустить какую-то акцию, мы должны были бы деньги в это вложить. В подарки какие-то, в розыгрыши, да, в рекламу или еще во что-то. Здесь нам помогает компания. Мы не вкладываем никакие деньги в подарки никакие. Мы что делаем? Мы просто рассказываем об этих подарках. Сейчас новичка, что там, жидкое мыло, жидкое мыло за 99 рублей. Компания вложила деньги вот в это жидкое мыло. Каждому новичку за 1500 рублей заказ жидкое мыло за 99 рублей, которое стоит в несколько раз дороже. Мы же не вкладывали в это деньги, да? Наша задача быстрее, 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 как можно больше, большему количеству людей рассказать об этой акции. Ну, не только это, там же много разных акций, wellness и так далее. Если вы добавились в чаты, то и чаты тоже в помощь. Нету спонсора на связи, нет другого спонсора на связи. У нас обычно по несколько спонсоров в чат зашли, вопрос задали, кто-то обязательно ответит. То есть новичок у нас никогда не остается один. У него всегда будет помощь 24 часа, 7 дней в неделю, круглосуточно. У нас регионы разные, регионы разные в чатах сидят. Кто-то уже спит, у кого-то уже ночь, у кого-то еще вечер, кто-то обязательно поможет. У меня на этом все. Если у вас были вопросы, вы их в чат задавайте. Ну, если не было, то очень хорошо. Желаю всем новичкам быстрого старта и быстрого роста. Давайте, все, всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...